Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я рад представить нашего нового гостя, человек уникальный, судебный эксперт, психолог, полиграфолог Александр Александрович Пантюков. Здравствуйте! Здравствуйте! Александр Александрович, расскажите, что у нас на самом деле происходит в части и реабилитации военнослужащих, и других актуальных вопросов? В части психологической реабилитации военнослужащих в широком плане понимания никакого нет, ничего там не происходит. Ну как это так? То есть вот сейчас люди в окопах получают там разного рода травмы, физические, психические, контузии, шоковые состояния. Вы, как специалист, наверное, лучше можете раскрыть эту тему. Они вот просто так придут сюда, у них будут, в народе это называется, вьетнамские флешбеки, а им вдруг покажется, что рядом проходящий мужик, выходящий из-за угла дома, например, хочет на них напасть. Это будут вспышки гнева, неконтролируемая агрессия. Что это будет? Это будет, ну, сейчас в процессе разговора более широко эту тему осветим. Сразу скажу, целенаправленные государственные политики, направленные на реабилитацию, психологическую реабилитацию военнослужащих, в широком плане мне неизвестно, что есть такие программы, которые это бы целенаправленно все охватывали. Сейчас на данный момент, да, нами в рамках нашего центра, да, такие работы проводятся, но они проводятся частным порядком. Также мне известно, что в нашем регионе также мои коллеги этим занимаются, но это все кустарщина, это партизанщина. Ну вот, например, через ваш центр сколько человек может за год пройти? За год я не могу так сказать. Я на данный момент могу сказать, что 12 человек из лиц, находящихся в зоне, ранее находившихся в зоне СВО, членов их семей, да, сейчас проходят у нас работы. Ну хорошо, например, 12. Курс реабилитации в среднем сколько занимает? Тоже пока нельзя сказать. У нас нет средних цифр. Мы только, во-первых, начали работать, ну, по крайней мере, я основываюсь на своем опыте, именно реабилитационной деятельности. То есть даже статистику нельзя составить? На данный момент нет. Напомним, сейчас примерно, очень примерно точных цифр нет. Примерно полмиллиона человек принимает участие в спецоперации. Ну, у нас цифр опять же нет. Это ж сколько нужно таких центров? Хорошо, а вот... Здесь, смотри, такой момент, сразу предвосхитив вопрос. Не всегда и не каждый военнослужащий получает психотравму. Не каждый, ну, давайте так, давайте не будем изначально демонизировать, ну, тех людей, да, вот ветеранов. Да, назовем вот условно слово ветеран, да? Конечно. Лицо, которое участвовало в боевых действиях. Вот он вернулся. Совсем не обязательно, что у него будут какие-то патологические изменения психологии и психики. Совсем не обязательно. Что такое сама по себе психотравма? Психическая травма — это сильный страх, ужас, чувство беспомощности. Очень яркое эмоциональное событие, которое повлекло, либо могло повлечь вред человеку, либо его близкому. И у человека данного опыта в его жизни не было. То есть человек попал в чрезвычайную для себя ситуацию. Он данную ситуацию оценивает как представляющую угрозу. Ну, абсолютно нормальная ситуация. На человека внезапно из-за угла выезжает автомобиль. Человек поворачивается, видит этот автомобиль, у него что? У него состояние шока возникает. Может возникнуть состояние шока. Он просто, ну, дальше от типа реагирования психики, он может это проявить в дальнейшем. То есть человек может замерить, впасть в ступор. Человек может, наоборот, активно действовать, убежать. Тут все уже от личности зависит. А в дальнейшем как это будет сказываться? Ну вот случилась такая травмирующая ситуация. Понимаете, здесь еще какой момент. Последствия могут наступить сразу. Последствия могут наступить в отложенном периоде. По типу, как они могут наступить сразу. Болельщик смотрит футбольный матч по телевизору. Сильно болеет за свою команду. То есть что у него? У него переживание. От этого переживания у него, ну, бабаха остановилась в сердце. Из-за чего вызвана травма? Его не били, ему ничего не кололи. Просто из-за определенных процессов в организме, которые повлекла психическую деятельность. То есть переживание – это психика. Ну и вот, пожалуйста, человек взял и умер. Лег и загрустил. Здесь по нашим, допустим, да, то есть из-за чего я изначально задался целью открывать реабилитационный центр. Я сам неоднократно и работал, и с лицами участвующими, и сам ездил в некоторые интересные места, работали непосредственно там, потому что непосредственная моя работа – это эксперт-полиграфолог. То есть людей мы на детекторе уже пытаем по разным интересным вопросам. И я на это все посмотрел. Посмотрел на ребят, которым, да, требуется неотложная помощь. И я их уже видел, наблюдал здесь, непосредственно в Ставропольском крае, где я нахожусь, город Буденовск. И поэтому, да, я пообщался с коллегами, получил необходимые дополнительные познания, оборудование. Есть очень хорошие аппаратные комплексы реабилитации, психофизиологической, на чем я, собственно, работаю. И я понимаю, что эту работу делать надо. И касаясь уже частного вопроса, что это повлечет, то есть как стресс, пережитый травматический опыт, влияет на дальнейшее поведение. Вот вопрос, который ты мне задал, как это в дальнейшем может сказаться. Да, в дальнейшем это может сказываться, что человеку будет требоваться дополнительная социализация. Ему нужно привыкать жить обратно здесь. Сложно подобрать слово, не смиряясь с опытом, который он получил там. Не смиряясь. А сейчас, извини, Паш, извини, я сам что-то это... Сложная просто тема, чтобы объяснять ее, ну знаешь как, объяснить ее простому человеку, не связанную, не с боевыми действиями, просто... Конечно. Я тебе рассказываю, слушай, аж саму... Как будто обратно туда поехал. Вах! Да вот такие бы эмоции надо людям показать. Им же не нужна просто лекция, они же не понимают ничего. Паш, их по-хорошему... Ты там был, я там был. Ты что хочешь, простого обывателя взять из теплого кресла, кресло туда голой жопой засунуть? Да ты что, у них у всех крыша поотъедет. Моментально. Фу. Так, человека, человека надо ресоциализировать, то есть человека надо учить, как с его нынешним опытом, который он получил там, как ему возвращаться обратно к нормальной мирной жизни. Да, ты правильно вспомнил про вьетнамский синдром, и я так скажу, что у наших зарубежных не партнеров в этом направлении практика гораздо более широкая. Там это изучено все гораздо лучше. И мы сейчас волей-неволей будем перенимать их опыт. Ну и очень хотелось бы накапливать свой. Но опять же, без целенаправленных каких-то действий, централизации мы этого не сделаем. Нужен заказ государства. Хорошо. Примерно как это устроено на Западе? На Западе это все там интегрировано в Министерство обороны. То есть там и проводятся и реабилитационные мероприятия, и контрольно-наблюдательные мероприятия. То есть это не обязательно будет постфактум, это будет и в процессе. То есть, грубо говоря, вот у вас есть ветераны, вы этих ветеранов можете использовать и как инструкторов, вы же за ними и присматриваете, и досуг, и там всякие льготы-надбавки, все Министерство обороны. Здесь от кого это им, ну то, что там, я не могу сказать, как и кем это регулируется, но то, что там такая работа ведется целенаправленно, и это не ограничено, как у нас есть там офицеры-воспитатели, бывшие замполиты, гораздо все круче, гораздо все круче, шире. В общем, это что? По такой момент хотелось бы затронуть, да, что я думаю по этому вопросу, гипотетически, гипотетически, моя гипотеза, я думаю, такая работа у нас проводиться не будет. Так, это необходимо, но это не будет. Почему? А потому что лица, принимающие решения, они эти решения принимают со своего личного опыта. У нас лица, эти принимающие решения, они уже достаточно опытные граждане, у них есть опыт ветеранов Афганистана, ветеранов Чечни, и если это лицо сидит и думает, ну, если там мы ничего не делали, нам за это ничего не будет, то зачем тогда делать сейчас? Однако, однако хочу отметить, сегодняшние люди, это не люди ни 70-х, ни 80-х, ни 90-х годов. сейчас люди другие, и общество другое. И сейчас то, с чем мы сегодня работаем, если бы мне это сказали 10 лет назад, ну, грубо говоря, те же школьные стрелки, ну, скажи мне там 10-15 лет назад, что у нас будет... Да даже 5 лет назад все смеялись. Это вот в Америке, в Техасе, в Калифорнии там стреляют. У нас-то это невозможно. Вы меня извините, но если бы мне 10 лет назад, я бы смеялся. Сейчас у нас это, извините, это что? Сейчас это у нас уже закономерность. Ну, не закономерность, но уже я не скажу, что это такой редкий факт. То же самое у нас и с детской преступностью, то же самое у нас в преступлениях против половой неприкосновенности, тоже у нас самое и с другими интересными, веселыми вещами. Люди звереют, звереют. А звереют, потому что у нас социум, культура, общество. У нас где находится? Ну, не там, где и надо было. Хочется ответить рифмой, понятное дело. Да, мне тоже. И вот, возвращаясь к теме, вот не хочется демонизировать лиц, возвращающихся. Но, однако, мы получим некоторых людей, которые социализироваться не захотят, которые могут собраться в организованные группы. Они все, так сказать, общество с целями и интересами, тем более, знаете, боевое братство, это непростые, пустые слова. Они подготовлены, они мобильны, они будут все на связи, и что мы получим? Кто даст гарантию, что это пойдет не во вред обществу? Тем более, я подчеркну, это люди с боевым опытом. Хорошо, еще вопрос. Что касается заключенных ЧВК Вагнер, есть опыт общения с ними, может быть, коллеги с ними работали? Бывшие заключенные, получившие помилование после сражений за Родину, могут обладать большей опасностью, меньшей опасностью. вот этот контингент, он какой-то особый? Поймаем, спросим. У меня есть опыт общения с подозреваемыми, лицами, совершавшими преступления, от обычных жуликов, воры, грабители, до убийц, педофилов. Я их всех лично сам наблюдал, общался, разговаривал. Вы знаете, я не могу сказать, как их участие в данных мероприятиях повлечет их, повлияет на их дальнейшую жизнь, не могу сказать честно. А вот по опыту сейчас, те люди, которые отправились на фронт из мест заключения, они, это люди, не знаю, психопаты, это люди, чего от них ждать? Вот даже пока они еще не вернулись на гражданку, они там, ну вот, по Пригожину, по его словам, это постоянные там вплоть до казни внесудебных, не дай бог кого-то обмародерят, изнасилуют, все, капут. То есть пытаются в железных рукавицах держать дисциплину. Вот только такими методами с ними можно работать? Ну это не под запись, Паш. Смотри, я наблюдал музыкантов как бы непосредственно в динамике, я с ними работал. Одним из вызовов меня вот, кстати, на тему реабилитации вот ЧВКшники меня как раз и натолкнули. А знаешь почему? Так. Потому что вот они-то как раз, вот эти программы для своих, они-то и хотят ввести. Это они меня на эту мысль подтолкнули. А один там умный человек сказал, говорит, Саш, ты знаешь, почему эта армия никогда не сделает? Потому что армии проще новых призвать, чем старых отремонтировать. Поэтому они вот этих пацанов, вот этих пацанов реально, Паш, вот пацанов, которых они на мясо и в говно бросили, им на х** никому не нужны. Реально. Вот просто. Вот я прихожу, на них смотрю, а они уже все, они отмиты. А они уже на дембеле. А дальше спасение утопающих дело рук самих утопающих. Жесть. Это не жесть, это жизнь. Просто, знаешь, обидно, что, обидно реально за пацанов, обидно. Они вон там, а-ля улю, за родину, за Путина, они туда приезжают, они все это видят. Они видят, как им манатки собирают, они видят, что с***** все, что не прибито. Вот там до них, когда начинает даха, а им деваться нет. А они что, а они оттуда вернутся, они подойдут к этому главе администрации, скажут, а ты мил человек, то что тут делал? Простите, вот этот придурок с отлетевшей кукухой, а где, а где шанс, что он не встретит меня, моих детей, мою жену, моих соседей, мне тоже неприятно будет. Поэтому, ну, ребят, пожар, пожар, там уж хватай ведро, беги, разбираться будем после. Кто там где стоял, кто кому что не давал. Мы сейчас будем находиться в зоне чрезвычайного происшествия, абсолютно все. За январь у меня четыре суицидника, которых не достали. Одного я достал. Вот как бы, вот одна жизнь у меня уже в плюс. Вообще, за восемь достал. Вот за вот этот месяц именно вот непосредственно исполняю обязанности. А какая статистика по рецидивам? Да-да-да, хереть какая статистика. Их не довозят. Не довозят их. Кого довозят, те не знают. Кто знает, те не хотят. Вот реально, вот один чувак, вот которого я сам лично вот в руках держал. Значит, распространенная психотравма называется комплекс виноват. Комплекс выжившего. Человек испытывает чувство вины из-за того, что он выжил. Значит, передо мной командир небольшого подразделения, который получил задачу, взял своих людей и выдвинулся в пункт назначения. Там этот пункт назначения отутюжили из того, что и летает. И вот, значит, он там контуженный, полуобморочный, там одного-двоих достал, приползли обратно. И вот человек сидит и говорит, а что мне жить? Вот из-за меня люди погибли. У меня пять сеансов ушло, чтобы его просто достать. Вот с ним эту ситуацию проговорить. Понимаешь, чтобы человеку... Я говорю, слушай, кто тебе задачу нарезал? Он называет, кто нарезал. Я говорю, у тебя какая реконосторовка была? Он, ну вот силами... В общем, своими силами как с человека снять именно психотравмирующий комплекс. То есть вот у нас произошла ситуация. Вот человек для себя эту ситуацию выкристаллизовал. Вот, в такой камушек. Из-за меня люди погибли. И вот теперь этот камушек надо разбить сначала на щебенку, а потом в песок. И вот желательно, чтобы он этот песок высрал. То есть я провожу ситуацию от начала. Кто поставил задачу? Как ты сам эту задачу выполнял? Ты все меры предпринял, чтобы человек сам себе сказал «Ой, да». Мы проговорили психотравмирующее событие, человек его заново переосмыслил и комплекс снял. Вот это наша работа. Вот это наша задача. Вот это непосредственно то, чем мы должны сейчас психологи Российской Федерации заниматься. Ну, естественно, кто имеет соответствующие навыки, компетенции. А сейчас им никто не занимается. Они нахер никому не нужны. А российские психологи это умеют, эти квалификации, технологии, они вообще преподаются в должном объеме? Потому что у нас что, не психолог? ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, оно преподается и психологам, и психиатрам. Так. Просто, ну, учебничек полистай, коллегам позвони. Если что, забыл, если что, непонятно. Потому что, ну, мы даже не правила пяти рукопожатий, а мы тут через двух-трех человек мы знакомы. Ну, найди практикующего специалиста, кто специализируется именно в этой области. Но это не проблема. Допустим, я через свои каналы нашел у нас в Санкт-Петербурге разработаны, производятся приборы психофизиологической реабилитации. Ты про это знал? С 2000... А что это такое? Как они работают? Смотри, показываю. Показываю. на себе. Вот очки специальные. Вот очки, вот наушники. Через очки идет светодиодами воздействие на зрительные нервы. В наушниках шумы специальных частот. Низкие частоты, высокие частоты. И в телефоне программа. Вот ты в программу выбираешь, что тебе надо. релаксация, медитация, стимуляция. Ну, это на простом таком бытовом уровне. 15 минут пошли. И, блин, ну, я на себе его пробовал. Вот, буквально час назад от меня человек вышел, человек с хроническим синдромом усталости. Мужик, третье занятие прошел, он после первого пришел, говорит, говорит, я уже, говорит, чувствую. Это светово-звуковая стимуляция на кору головного мозга. Это ж офигительно, мы про это не знаем, я про это даже не знал. Узнал абсолютно случайно. А оказывается, это все есть. И в Росгвардии это, оказывается, применяется. А мы про это не знали. Вот, вот, вот мы в какой стране живем. То, что нам сейчас жизненно нужно и необходимо, мы про это не знаем. Даже мы специалисты не знаем. А что говорить о широких массах? Так, какие еще идеи? Что надо делать, чтобы улучшить эту ситуацию? Смотри, вот позавчера, вот я тебе написал, коллега моя, мы с ней на связи были, созванивались. Она у меня попросилась, ну, как бы, она специалист в своей области, я специалист в своей, но мы сейчас, как бы, общим делом вот этим реабилитацией занимаемся. Она вот тоже, надо об этом кричать. Вот, ну, ты здоровый, нормальный человек, я здоровый, нормальный человек. Мы понимаем, что сейчас вот эта орда к нам придет. Мы прекрасно понимаем качество наших чиновников, которые им скажут, а мы тебя туда не посылали. Хорошо, хотя бы формально есть, я не знаю, какие-то организации, которые, по идее, должны за это отвечать. Ну, то есть, куда мы можем, например, написать депутатский запрос? Смотри, я тебе скажу такой легкий простой ответ. В каждом районе есть районный психоневрологический диспансер. Вот, по идее, вот эти лица, которые чувствуют свое нездоровье, вот они могут обращаться туда. Понятно, понятно. просто понимаешь, и здоровый человек туда заходить не хочет, а если... да, то есть, а этим ПНДшками занимается Минздрав. Минздрав. Здесь, понимаешь, здесь, здесь что? Да, по идее, по идее, вот смотри, солдат с психосоматическими расстройствами моментально демобилизуется. То есть, он возвращается к месту призыва. И вот теперь, по идее, этот солдат, головная боль Министерства здравоохранения. А уровень нашего Минздрава сам прекрасно знает. Ну и как бы, в принципе, их мощность и оснащение тоже оставляют, мягко говоря, желать лучшего. Там не столько мощность оснащения, сколько качество, квалификация персонала. Понимаешь, хороший психиатр, он очень дорого стоит. именно уровнем, знанием, опытом. Это дорогое удовольствие. А поставить его на поток, это мы, знаешь как, в порядке частной инициативы у меня просто были некоторые свои запасы, средств. Вот, я их в это гласил. Хорошо, что можно делать? Что требовать у наших граждан-чиновников? Что они срочно должны создать эту систему? Подготовить комплекс мер по организации психологической реабилитации лиц, вернувшихся с зоны боевых действий. Хорошо, давай сделаем депутатский запрос, подготовь обращение на имя Делягина, им с удовольствием мы его подадим. Что мы потребуем у Минздрава, что мы потребуем у Минобороны и так далее. Если это дорого, ну хорошо, когда у нас был замечательный коронавирус, врачам сделали доплаты, лишь бы они шли все работать с коронавирусом, пусть они сделают тогда доплаты хорошие для психологов, психиатров, пусть народ пойдет работать так, как это родине очень нужно. Повтори. Получим профанацию. Почему? Как у нас осуществлялась борьба с коронавирусом? Не, ну это-то понятно. Но, по крайней мере, те квалифицированные кадры, для которых вопрос денег принципиален, хотя бы их... Дополнительный стимул, да, понял. Но, в принципе, здесь знаешь, как любое движение к цели, это движение к цели. По крайней мере, если будет поставлен вопрос об организации таких работ именно с государственным участием, потому что этот вопрос не решат ни волонтеры, какие-либо... Нет, почему? Решат. Я же не люблю это слово волонтер в данном случае. Ну, да, я могу решить. Могут еще ряд специалистов решить. Все, мы вот будем его решать частно, локально, кто как хотел, так и танцевал. Это выход? Я думаю, нет. Так, а какие еще шаги нужно делать, чтобы решить ситуацию? В первую очередь надо понимать проблему. В первую очередь надо понимать существование проблемы. Это у чиновников требовать не нужно. Чиновников нужно запугивать. Нужно прикладывать статистику, какой был всплеск преступности после Афгана, после Чечни, может быть, там, опыт, как в Америке, из-за Вьетнама, было из-за Афгана, из-за Ирака. То есть, пугать их тем, что будет плохо. Напишем заодно в Совет Безопасности всем, кому до этого может быть хоть какое-то дело. И пусть они там начнут шевелиться. Напишут одну отписку, другую отписку, а кто-то начнет что-то делать конкретное. Потому что, я так понимаю, это же не космические бюджеты. Это просто нужно взять и делать. Брать и делать. Да. Брать и делать. Да, чтобы они начали брать и делать, им надо, надо, чтобы было принято волевое решение. Будет это решение принято? Ну, да, сошлемся на опыт Афгана, на опыт Чечни, но они скажут, ну, да, был такой опыт, на же никого не уволили, не убили, не покромсали, нет. Ну, значит, это как-то пережили. Зачем делать лишние движения, когда их можно не делать? А то, что у нас сейчас, да, реально поднять статистику по преступлениям, хорошо, давайте поднимем статистику по преступлениям, посмотрим, насколько у нас за последние годы увеличились преступления против личности с применением насилия. У нас тут недавно такой забавный случай был. В Минеральных водах директору пенсионного фонда, ну, какой-то посетитель взял и чуть-чуть увечья причинил. Ну, с чего бы это вдруг? А в Адлере тоже известная история была. Дедушка ружье достал, да и покрошил приставов. Вы что думаете, после этого у приставов что-то в голове не отложилось? Я сомневаюсь. Была ли эта тема озвучена в пенсионном фонде, проведено расследование по причинам получения травмы сотрудникам? Я сомневаюсь. То есть, то есть, с тем отношением, которое от представителей государства гражданам, такое отношение было до этого, ответ может быть разительным, разительно отличаться от того, что было до этого. Лес рубят, щепки летят. Да, бывают. Бабки зарабатываются, ну, кого-то постреляли, продолжаем зарабатывать дальше. Ну, вот, поэтому, поэтому я же говорю, как это, как это донести до чиновников, ну, да, вот такой, вот такой с ушеной статистикой, да, вот, посмотрите, преступление против личности с применением насилия. Теперь это, к этому прибавьте то, то, что придут люди, которые, ну, хорошо умеют обращаться с оружием. Они могут прийти без оружия, поверьте, человек, имеющий намерение на совершение какого-либо действия, он его совершит, он придумает. Ну, не надо, не надо, не надо там что-то, что-то покупать, требующие лицензии. Зачем есть топор, лопата, молоток, лом, бензин, керосин, что у нас еще в свободном доступе. Ну, какие-нибудь специалисты могут в свободном доступе с помощью какого-нибудь сельскохозяйственного магазина закупить несколько удобрений. Поверьте, там все получается. Надо, надо мотив. А чем этот мотив реализовать? Тут простор, простор. А вот эти люди, с которыми вы соприкасаетесь на реабилитации, для них какие-то материальные вопросы вообще, они говорят об этом, для них это важный фактор, кому там выплатили, не выплатили обещанные деньги, обеспечили там семью или вот они вернулись с фронта, им там говорили, что будет зарплата больше 200 тысяч, а теперь они приходят и дальше им надо жить на зарплату 25 тысяч. Нет, массового такого не было, обращались жены, лиц, проходящих службу, естественно, у них тревога переживания за своих близких, мужей, отцов, и вы знаете, там вопрос получения денег, ну, когда ты переживаешь за жизнь и здоровье близкого человека, вопрос денег не так важен, то есть, чтобы к нам обратился за оказанием помощи человек, который получил жесткую психотравму из-за того, что он не получил денег, нет, таких, вот так формулирую, таких точно не было. Не, не, не психотравму, а, я бы так сказал, ненависть к государству и к окружающей действительности, если мы говорим о том, что они потенциально могут сколачивать банды, участвовать в какой-то экстремистской деятельности, помимо психотравм, вот какие факторы в общении выявляются, что для этих людей вообще оказывается значимым, что незначимым? Помимо психотравм, здесь есть такой момент, но есть у нас так называемое психологическое профилирование, то есть мы, зная приблизительные характеристики лица, мы можем делать его психологическое профилирование. Вот скажите, вот возвращается военнослужащий, герой, участник, возможно, с орденами медалями, из наших СМИ ему стало известно, что он победитель нацизма, терроризма, экстремизма, вот он возвращается в нашу обычную жизнь, вот сюда вот, в гражданское общество, что он может увидеть? Вот ему, возможно, полагались какие-то льготы, возможно, что-то было недополучено, из обещанного. Что этот человек сделает? Этот человек оденет китель, да, там с наградами, он придет спрашивать, у кого он придет спрашивать, у тех людей, которые нам говорили, что макарошки стоят одинаково, и мы не просили вас рожать, вот к ним он придет, а они свое отношение к гражданам изменили? Мне кажется, нет. И что произойдет дальше? Что может произойти дальше? Ну, дальше этот человек, допустим, начнет разными способами настаивать на своей правоте. Вот это произойдет. Да. Я стараюсь очень выражаться вот в рамках, так бы я это сказал, все гораздо быстрее, надежнее, доходчивее и понятнее. Вот это, что произойдет. Они герои. Они герои. Тебе требует соответствующего отношения, и я с этим абсолютно и полностью согласен. Какой прогноз? Вот если ничего не будет меняться, если все останется как есть, никакой реабилитации не будет, полмиллиона человек вернутся, какой-то процент из них будет с ПТСР, какой-то процент будет всем доволен, особенно, наверное, командование будет всем доволен, какой-то процент будет всем недоволен, что дальше? Ну, даже если разложить данные категории в равных пропорциях, не в равных храмах, а что будет? Дальше эти люди вернутся и начнут строить свою жизнь заново на основании новых полученных опытов. Просто понимаете, вот человек, который... Вот почему основной термин, описательная часть психотравмы, переживание опыта, которого не было ранее. и мы получим людей, которые в списке функций решения вопросов получили несколько дополнительных опций, связанных с различного рода действиями, которые они ранее не совершали. Я говорю аккуратно очень. Как они это могут применить? Вот с Ростовской области у нас нет-нет, проскакивают новости. Люди в форме совершили то, совершили это. То в Крыму, то в Ростовской, то... Да. Вот. Вот именно, пожалуйста, вот это и будет. Только извините, если у нас там кажется, сейчас вот начали заканчиваться первые полугодичные контракты, вот они возвращаются. А говорили же, что их не отпускают оттуда. Отпускают? Ну, говорили. У нас многое, что говорят. Вот как раз это я и хотел спросить. Рассказы про пытки, про военнопленных. Что из того, что ты слышал, было фейком, а что было правдой, скажем так вот, обтекаемо? Павел, я не буду про это говорить. Не надо. На некоторых моментах моя работа, я же, по некоторым моментам секретчик, то есть, я не буду рассказывать, что, по каким вопросам и задачам я работал. Просто понимаешь, если доставка судебного эксперта за 800 километров, то там, наверное, что-то очень серьезное произошло. А я там был уже шесть раз. И как бы и не зарекаюсь. Да. Разные ситуации были, связанные с ранениями. Ну, это боевые действия. Куда же без раненых? После такого даже не знаю, что и спрашивать. Да нет, что хочешь спрашивать, я тебе просто скажу, что можно, а что нет. Ну, что бы ты вот сам хотел, чтобы знали люди о том, что сейчас происходит? Что бы ты хотел донести до людей? Чего они недопонимают? Самая главная, основная мысль, это то, что сейчас мы можем оказаться в центре глубокой социальной проблемы. То, что наше общество, оно частью мобилизовано, частью участвует непосредственно в боевых действиях, частью не имеет к этому отношения абсолютно и не хочет иметь. То, что у нас общество разобщено, это факт. То, что общество не хочет слышать другую часть общества, это тоже факт. мы это наблюдаем, видим. То, что у нас культура отлетела, это однозначно. Потому что на основании этого у нас самоконтроль, у человека, его взаимодействие с обществом тоже не на высоте. и самое главное молодежь. Мы молодежь потеряли. Потеряли. Реально. Ну, ты педагог. Мы тоже с несовершеннолетними работаем. Но вот эти люди, которые принимают решения, они ребенка когда видели не на мероприятии, а, так сказать, в живой среде обитания, в естественной среде. Вот прямо перед тобой у меня было интервью с представителем родительского движения. Они там подсчитали, что все руководство Министерства просвещения имеет педагогический стаж 12 лет. На всех? На всех. Ну, вот, о чем мы говорим? Ну, то есть годик-два в школе посидел, дальше пошел. Или вообще из другой отрасли? У меня трое детей, общаемся и с детьми и с их друзьями. Знаешь, как разговоры о важном называют? Так. Разговоры о влажном. Жестко, но справедливо. Это дети. Если мы взрослые думаем, что они ничего не понимают, не делают своих выводов, они делают. Они делают эти выводы. Сколько раз кричали, перестаньте делать из учителей посмешище. Верните школе нормальную функцию образования, чтобы школа учила. Хотите, чтобы воспитывать? Пусть воспитывает. Ну, к чему воспитывает? Возродили пионерию, а какой она будет иметь содержательный смысл? А этого даже я не знаю. Я не знаю. Возродили типа пионерию. Это не пионерия, это типа пионерия. Путинирия. Путинирия, да. Опять для очередной галочки сделали. Вот создали. Ну, как это будет функционировать? Ну, давайте, хорошо. Вот я точно знаю, что в какой школе, в каком классе, в седьмом классе отставить, в восьмом классе, три девочки лесбиянки, восьмой класс, восьмой, аж восьмой, три девочки лесбиянки. могу напрячься, узнать, сколько лиц открыто употребляют различные психоактивные вещества, из которых алкоголь и нормальная трава, это будет, ну, за счастье станет. Вот я это могу узнать, а они нет. Как с ними работать? Вы под какие галстуки хотите одеть? А вот эти сбежавшие, а сбежавшие, это тоже очень интересный вопрос. Ну, не сбежавшие, неправильное название, релацированные, что ли. А почему за это? Кстати, давай вот это сделаем, мне как-нибудь вопрос задай, вот по поводу лиц, которые у нас ушли от мобилизации, избежали, вот, смотри, а, класс, избежали мобилизации. Вот по поводу вот этих людей, которые избежали мобилизации, да, путем оставления Российской Федерации, ну, а почему никто не награжден из правительства достигнут результат, успех, один из немногих, да, что можно прийти, сказать, да, итоги, как реформы образования, вот, пожалуйста, итоги реформы образования, вы получили. Так, а в чем успех? Вы получили человека квалифицированного потребителя, а-а-а-а-а! Вот он, вот он! Да, да. Успех! Это успех! Медали, срочно всем, ордена, награды, повышение в должности, это, да, реальный успех. Ну, вы же делали кого? Квалифицированного потребителя, вот он, квалифицированные потребители, которые, ну, не согласились с предоставляемым качеством услуг и... Ты понимаешь, Александр Александрович, я даже не знаю, что хуже, вот в таких условиях внушать детям патриотизм, чтобы они за яхту Абрамовича в итоге шли, потому что если за Русь-матушку и русский мир, то этот русский мир должен начинаться в Кремле, а я что-то там не вижу и не слышу русского мира. Я тоже. Что-то оптимистичное, можешь сказать? Сказать-то могу, насколько это будет верифицировано. Ой, радостное, оптимистичное. Ну, наверное, то, что в нынешней обстановке ситуации. Я и мои коллеги всегда будем при работе. Жёстко. Дорогие друзья, задавайте свои вопросы для квалифицированного психолога-психиатра. Не психиатра, а полиграфолога. Полиграфолога. Материалат не надо. Ставьте лайки, пишите комментарии. Сан Саныч, спасибо за экспертное мнение. Всё, рад был. Сан Саныч. Сан Саныч. Субтитры создавал DimaTorzok